Уважаемые гости, компания Кодерлайн приветствует вас. Сегодняшняя наша встреча посвящена конфигурации ERP и соответственно блоку производства. Мы говорим про производственные операции. Вы видите на экране наши контактные данные, то есть наша электронная почта, наши телефоны, наши телеграм-контакты и адрес нашего сайта. Вести сегодняшнюю встречу буду я, консультант-аналитик 1С Гардашова Галина. И если вам по какой-то причине время, например, проведение нашего вебинара оказалось неудобным или вы не смогли досмотреть до конца, мы через некоторое время выкладываем записи вебинаров на нашем сайте и вы можете вернуться на сайт. Вот еще раз я показываю его адрес и посмотреть и этот вебинар в удобное для вас время на диване в тавочках. И может быть еще какие-то вас заинтересуют темы. Мы будем очень рады. Мы будем очень рады оказаться вам полезными и рады за обратную связь. То есть если у вас возникают какие-то вопросы или вы хотите, чтобы была рассмотрена какая-то конкретная тема более подробно, то милости просим. Мы будем благодарны вам за информацию. Будем ждать от вас вопросов. Если вопросы поступают по, например, электронной почте или по любым другим каналам, каким вам удобно, мы можем уже более предметно касательно вашей ситуации рассмотреть задачу и дать вам ответ. Ну и собственно говоря, у нас очень большой опыт. Мы занимаемся и внедрением, и сопровождением, и настройками всего, что связано с программным обеспечением 1С. Так что милости просим взаимовыгодного сотрудничества. Будем очень рады оказаться вам полезными. Как сегодня будет построена наша встреча. Мы с вами будем смотреть теоретические материалы, так сказать, на слайдиках. Вот таким вот образом мы с вами видим программу вебинара сейчас. И будем параллельно переключаться на демо-базу. Вот таким образом. И смотреть уже на демо-базе конкретную информацию, про которую мы поговорили теоретически. И снова возвращаемся на наши слайдики. Вы видите программу нашей встречи. То есть мы сегодня поговорим немножко про общие, так сказать, методики учета производственного процесса. Про то, какие справочники нам нужно настроить, и где эти настройки живут. Про механизмы контроля, про производственные этапы, про межцеховое и внутрицеховое управление и планирование. Ну, то есть, короче, посмотрим локальное диспетчирование и, естественно, дополнительные сервисы, отчеты, которые нам в этом случае будут доступны. Но, в общем-то, очень сжатый план. У нас, к сожалению, мало времени. Каждая из этих тем практически как минимум достойна отдельного вебинара. Но мы постараемся. Итак, немножко теории, что такое ERP. Ну, в принципе, вы все знаете, что ERP — это блок, который позволяет вести и производственный учет, и все остальные виды учета. То есть вот эта конфигурация возникла на основании управления производственным предприятиям. Так, я вижу, что тут у нас тоже вопросы какие-то есть. А это... Ну, запись будет доступна. Ну, на эти вопросы ответит модератор. А я постараюсь в течение нашей встречи обращаться к вашим вопросам. Если будут вопросы касательно именно функционирования блога, то, естественно, я смогу на них ответить. А то, что касается записи вебинара с технических вопросов, это ответят наши модераторы. Так, и так, возвращаемся к нашей теме. На сегодняшний день ERP — это, наверное, единственный программный продукт, который включает в себя все блоки, то есть и регламентированного учета, и зарплаты кадров, и торговля. Ну, то есть практически все процессы адаптированы под одну крышу. И, на самом деле, только более, скажем так, развита функциональность у конфигурации 1S ERP управления холдингом, то есть для больших предприятий, у которых холдинговые структуры. На самом деле, у нас производственные операции — это, собственно, механизм, который позволяет проводить и диспетчирование этапов и технологических операций, но в основном, так сказать, это настройки, которые требуются выполнять в ручном режиме. То есть в ручном режиме нам доступно формирование списка этапов, списка операций, которые требуются для исполнения этих этапов. Мы должны в ручном, как сказать, в ручном варианте настроить рабочие центры, назначить соответственно исполнителей и проводить операции по трудозатратам, то есть по нормированию трудозатрат и так далее. То есть список такой, достаточно впечатляющий. Но для того, чтобы начать работать с блоком производства, в общем-то, как и со всеми другими подразделами, мы должны выполнить настройки. До того, как мы приступим к конкретно настройки производственных операций, мы должны, во-первых, создать организационно-производственную структуру и, во-вторых, создать производственные отделения производственного контроля, которые будут осуществлять выпуск готовой продукции, контроль за выпуском готовой продукции и так далее. Как вы видите на слайдике, мы с вами идем в раздел НСИ и администрирование. Все, так сказать, грубые настройки и активации функциональных опций происходят у нас в этом разделе. Нормативно-справочная информация и администрирование. То есть здесь мы выбираем нужный нам раздел, настройка НСИ и разделов. И после того, как мы включаем здесь все необходимые настройки и, соответственно, включаем функциональные опции, мы уже можем переходить к другим разделам, которые требуют более тонкой настройки. Но конкретно вот мы с вами сегодня разговариваем про производство. Еще один слайдик хочу вам показать. То есть сама по себе настройка у нас, к сожалению, должна проходить в несколько этапов. Настройка именно производственного блока – это один из самых трудоемких этапов. И от того, как она встроена, естественно, зависит корректность работы и скорость работы. Ну, то есть от того, насколько мы продумали и насколько правильно мы настроили этот блок, зависит, в общем-то, ну, практически комфортность работы с этим блоком и комфортность использования программы. Здесь нужно сразу оговориться. Обычно настройки мы выполняем перед началом работы, то есть до того, как начали вводиться какие-то документы конкретные в системе. Но если мы что-то упустили или, наоборот, не упустили, а решение о том, что будет применяться или не будет применяться этот конкретный блок не было принято на первоначальных этапах, то ничего страшного не переключится, потому что мы можем это сделать и по ходу дальнейших настроек. Ну, вот если говорить конкретно про производственные операции, то это очень интересный документ, потому что он не формирует никаких движений в учете. А вот, собственно говоря, служит лишь для того, что информация, которая в нем отражается, используется в последующих этапах именно для отражения в этапах. То есть все движения делают этап производства и, независимо от того, используются ли для более детального управления производственные этапы, производственные операции или не используются, ориентируемся мы все-таки на этап производства. Теперь мы с вами сейчас посмотрим саму демобазу и начинаем, как я уже сказала, раздел МСИ и администрирование, настройка разделов и сейчас посмотрим производство для разных областей учета. Итак, сейчас, чтобы зафиксировать зрительно картинку, которая у нас будет, мы будем с вами в разделе МСИ и администрирование под раздел производства и, собственно говоря, заниматься настройками производственного блока, потому что, я повторюсь, до того, как мы приступим к производственным операциям, нам нужно создать орг структуру и создать рабочие центры. Переходим к нашей конфигурации. И вот здесь я хочу начать, собственно говоря, немножко с другого. Мы с вами работаем, сегодня будем смотреть на примере одного из самых последних релизов. Посмотреть, какой у вас релиз, можно вот по этой пиктограммке, сервис и настройки. И здесь у нас с вами вот такая пиктограммка и в кружочке, то есть информация о программе. И мы с вами видим релиз платформы. И, собственно, среднее про саму конфигурацию. У нас релиз 2.5.19. Это один из последних релизов. То есть в этом релизе учтены уже всевозможные изменения, которые на законодательном уровне были приняты. И которые были внесены корректировки в справочнике. Значит, запомнили, что у нас 19-й релиз. И, естественно, если вы настраиваете блок работы, допустим, производственной, то такой усиленной зависимости с регламентированным учетом нет. Потому что в основном операции, которые мы настраиваем, не содержат регламентированных отчетов. Это все штатные процедуры и штатные документы, которые используются достаточно давно и нам уже хорошо знакомы. Сейчас мы с вами закроем эту, подвинем немножко вот так, вот так. Закроем информацию по программе и переходим в разделы НСИ и администрирования. То есть в разделе НСИ и администрирования, настроек разделов, мы будем с вами работать в разделе производства. Но начинаем, как я уже сказала, мы с настройки орг структуры. То есть, ну, естественно, организация этой юрлицы, которая у нас есть, и орг структура предприятия. То есть подразделения для того, чтобы мы могли настроить рабочие центры и складские подразделения, которые будут принимать участие в нашем процессе. Ну, вот у меня для примера создана вот такая структура. Естественно, в вашем случае вы создаете так, как это должно быть для вас, в соответствии с вашими бизнес-процессами. Но, тем не менее, у меня выделено, как вы видите, и торговое направление, и производственное направление. Ну, и в производственном направлении, вот как вы видите, мои рабочие центры, это, допустим, конкретные цеха. То есть участок сборки, участок упаковки, цех, мехобработки и так далее. И обратите внимание, обязательно создается подразделение диспетчер. Подразделение диспетчер, в нем мы создаем, во-первых, создаем наименование, выбираем руководителя. И здесь у нас с вами, мы указываем подразделение диспетчерует заказы на производство. И, соответственно, если мы переходим по гиперссылке, то есть изменить, то здесь у нас дополнительные настройки, которые мы можем выполнять. Ну, во-первых, мы ставим подразделение диспетчер, флажок, чекбокс. Создаем график. График нам позволит в дальнейшем планировать загрузку производства помощностям, например. Ну, и, соответственно, производство по заказам и учет работы исполнителей. После того, как мы здесь походили, мы все настройки выполнили, мы можем с вами возвращаться вот к этому. То есть мы с вами орг структуру проверили, создали подразделение диспетчер, создали рабочие центры в соответствии с нашим оборудованием, которое у нас имеется. И после этого переходим в производство, в раздел производства. И активируем фактически сам учет производственный вот таким образом. То есть, естественно, раздел производства. И ставим основной флажок использовать производство. То есть это значит, что у нас блок производства будет использовать все предусмотренные возможности. И дальше мы проверяем, какие настройки по нашему бизнес-процессу необходимо выставить. То есть вот эти вот флажки мы, соответственно, проставляем при начале работы. Но если вдруг мы что-то забыли, то к этому можно вернуться. Единственное, что если вы самостоятельно выполняете настройки, надо знать, что такие настройки вообще предусмотрены, имеются. И надо просто вернуться в этот раздел для того, чтобы их активировать. Значит, основные, которые мы должны включить, это использовать производство. Использовать аналоги материалов, потому что это очень интересный раздел, который позволяет, особенно в условиях санкции, использовать какие-то аналогичные материалы, либо более логистически доступные, либо более доступные по цене. Ну, то есть по каким-то параметрам, которые можно заменять. И использовать параметры назначения спецификации. То есть вот этот флажок тоже желательно поставить изначально. То есть параметрические спецификации тоже очень интересная тема. И отключать себе целый блок аналитики, не использовать тут его, будет очень обидно. То есть после того, как мы проставили чекбоксы в производственном блоке, мы еще просматриваем, что же мы здесь еще можем. Ну, естественно, обеспечение. Обеспечение, например, по заказам, при заказе в кладовую по назначению. И вот мы с вами добрались до блока операции. Значит, здесь мы с вами отмечаем все виды технологических операций. Вот здесь обязательно ставим флажок. Контроль выполнения операции. Ну, практически на производственных предприятиях такую функцию выполняет отдел ОТК. Отдел технического контроля. И контроль завершения операции при закрытии этапов производства. Тоже ставим флажок. То есть вот эти три флажка мы должны поставить точно так же, как флажки в разделе производства. И теперь надо подумать под... Так, я заблудила всех слов, а хочется сказать как можно больше. То есть при учете трудозатрат мы, естественно, проставляем, что мы хотим их видеть. Мы хотим видеть в разделе либо физических лиц, либо сотрудников. Разница в том, что мы можем какие-то технологические операции выполнять, например, с помощью работников по гражданско-правовым договорам или совместителей, или только сотрудников. То есть не привлекая работников по таким видам, в соответствии с вашим бизнес-процессом, мы поставляем флажок. И если только сотрудников, то указывать, с какого периода у нас должны привлекаться только сотрудники. Ну и, соответственно, хочу напомнить, и мы как бы все время стараемся обращать внимание, что для настройки первоначальной, для расстановки чекбоксов основная задача, которая стоит перед человеком, который настраивает эти функции, это внимательно читать вот такие ссылочки, которые находятся под окном, которое мы должны либо выбрать, проставить чекбокс, либо не проставлять чекбокс или снять его. Потому что вот такие подсказочки, то есть контекстная справка, очень облегчивает жизнь и чаще всего указывают на изменения, которые были вынесены в последние, например, релизы для того, чтобы облегчить работу пользователям. Значит, мы с вами прошлись вот по этим настройкам. Все с вами сделали. И теперь еще переработка на стороне. Посмотрим, то есть работа с довальческим сырьем. Да, естественно, желательно сразу предусмотреть, потому что некоторые операции, например, на собственном оборудовании выполнять не позволяют технические данные. Ну, например, покраска может производиться на стороне или там какие-то специфические операции, например, пескоструйная очистка и так далее. Значит, здесь обратите внимание, что для того, чтобы настроить переработку на стороне, то есть довальческое сырье, мы должны выбрать либо версию 2.4, либо версию 2.5. Значит, ну, в нашем случае мы выставляем версию 2.5 и смотрим, что это обозначает. И, соответственно, если мы, вот это нам в данном случае не нужна, да, мы продолжаем редактирование. Производство на стороне версия 2.5, потому что версия 2.4 у нас уже давно этот релиз не актуален. У нас уже давно 2.5 и уже целых 19 релизов прошло по этой версии. Значит, после того, как мы проставили работу с довальческим сырьем, отметили, мы можем переходить уже к более тонким настройкам. То есть мы закрываем раздел НСИ и администрирование. Я напомню, что мы были в производстве под разделе производства. И теперь, после того, как мы выполнили вот эти настройки, мы с вами переходим в блок раздел производства. И здесь у нас точно так же, как в НСИ и администрировании, есть настройки, но уже более тонкие. То есть переходим с вами в блок производства и смотрим, у нас здесь с вами есть настройки и справочники. Такие же блоки есть в каждом подразделе, то есть и в продажах. Например, вот НСИ продаж, есть отдельный блок, и в закупках, НСИ закупок и склад. Ну, то есть есть более тонкие настройки и справочники уже касательно конкретных разделов. Значит, здесь у нас, как вы видите, достаточно много нормативно-справочной информации. То есть есть отдельные настройки и справочники, и есть нормативно-справочная информация, которая содержит вот достаточно много пунктов, и отдельное рабочее место, ресурсная спецификация. Значит, в разделе настройки и справочники мы видим отражение нашей структуры, то есть структуры производственного подразделения, которое мы настраивали через раздел НСИ и администрирования. Только здесь уже наша структура как бы создана, настроена. Ее изменить мы, конечно, можем. То есть через кнопочку «Создать» мы можем создать новое подразделение, например, диспетчерская и так далее. Но это уже дополнительно к тому, что у нас имеется. А вот дополнительно у нас есть с вами, сейчас мы еще раз вот так сделаем, производство, настройки и справочники. Это я, блин, резко провалилась. То есть у нас с вами есть производственная структура подразделения и межцеховое управление, то есть приоритеты подразделений диспетчеров и так далее. То есть здесь нас интересуют производственные подразделения и графики работы. Но это в основном нужно для планирования, для уже, например, если мы планируем производство по производственным мощностям, то есть по мощностям для выпуска наших готовых изделий. И производственное подразделение, это вот мы уже провалились на более нижний уровень, и, соответственно, здесь видим орг структуру, про которую говорили. Настраивать мы сейчас ее не будем, это просто, чтобы было понятно, как что взаимосвязано. Значит, и теперь раздел нормативно-справочная информация. Как вы видите, у нас есть ресурсная спецификация, что, в общем-то, составляет основу производственного блока и дополнительно сведения про рабочие центры, то есть то, что мы должны настроить с вами до начала работы, потому что рабочие центры, это у нас с вами конкретные, например, станки, оборудование, цеха. Ну вот в моем случае я сделала, например, цех обработки деталей, участок номер один, участок номер два. То есть это оборудованные рабочие места, которые занимаются выпуском производственных либо деталей, либо готового производства. Значит, и, соответственно, доступность видов рабочих центров, это тоже отдельный справочник, который мы можем настраивать. Но здесь нас интересуют два момента. Технологические процессы и виды технологических операций. То есть в ресурсные спецификации у нас с вами входят теперь и маршрутные карты. То есть это фактически рецепт изготовления нашей готовой продукции. Беру, чтобы нам не мешалось и зрительно не отхекало. Значит, и, соответственно, маршрутные карты, объединение маршрутных карт и ресурсных спецификаций происходило на релизе 2.5.7. Это было в 2022 году. И, соответственно, являлось революционным, скажем так. То есть это было одно из самых крупных и самых масштабных изменений в производственном подразделе. И теперь у нас маршрутные карты, которые раньше были как самостоятельные единицы, входят в ресурсную спецификацию. Сейчас мы быстренько глянем это дело. Вот у нас ресурсная спецификация. Вот, например, смотрим первое попавшееся. И, соответственно, здесь у нас есть закладочки. И там, где у нас закладочка «Производственный процесс», у нас с вами есть возможность использовать маршрутные карты. То есть мы выбираем наименование, выбираем виды рабочих центров и так далее. И, как вы видите, здесь достаточно много информации, которая у нас отражается в маршрутных, в ресурсных спецификациях. А вот что такое технологические процессы, это мы с вами сейчас посмотрим. То есть технологический процесс у нас создаем через кнопочку «Создать», создаем новое. То есть на название и подразделение у нас обязательный порядок к заполнению, как вы видите, в красном подчеркивании. Ну, то есть наименование должно отражать так, чтобы было понятно. То есть, например, если у вас есть какие-то технологические карты или, соответственно, какие-то описательные документы, то должно соответствовать. И подразделение, то есть ресурсный, то есть рабочий центр. Здесь мы выбираем рабочий центр в соответствии с тем оборудованием, которое должно учитываться для данных работ. Например, вот пусть будет цех деталей. Вот так. И, соответственно, для вида изделий мы выбираем производственный процесс. Ну, и, например, так выберем. То есть я повторяю. Здесь я делаю эти операции для того, чтобы показать, как должно выглядеть уже заполненное поле. Ну, и, соответственно, я не буду сохранять эти изменения, потому что тогда у нас потребуется еще заполнение, видите, дополнительных справочников, на которые у нас, к сожалению, нет времени. И после того, как мы технологические процессы описали, у нас мы доходим до вида технологических операций. То есть технологические операции мы, повторюсь, уже настраиваем после создания оргструктуры, после создания производственных подразделений, после создания рабочих центров, то есть и создания, и выбора рабочих центров. Мы переходим уже к технологическим процессам, к виду технологических операций. Ну, у меня для примера вот такие технологические операции. Естественно, вы будете создавать технологические операции в соответствии с вашим бизнес-процессом. Ну, вот как пример, например, возьмем замер твердости. То есть это справочник вида технологических операций, которые, во-первых, наименование, а во-вторых, состав вы тоже сдаёте вот таким образом. Ну, и, соответственно, если какие-то конкретные, например, химический анализ, то создаёте процентное соотношение, что надо контролировать, например, при производстве бетона, там его ударопрочность, ну, ещё какие-то конкретные показатели, например, наличие добавок противозамерзающих, там, влагостойких и так далее. Ну, то есть в соответствии с вашими бизнес-процессами. И закладочка «Сведения». То есть здесь мы создаём текстовое поле, которое описывает какие-то показатели. После того, как мы создали справочник, вот, естественно, здесь можно создавать и группировать. То есть мы создаём группу, то есть папочку, и в папочку создаём, допустим, химические анализы и какие конкретно химические анализы. Там прочностные характеристики, и конкретно какие прочностные характеристики мы используем. Так. Значит, ещё раз повторюсь, это мы пока с вами только создаём нормативно-справочную информацию. И теперь мы переходим к межцеховому управлению и к внутрицеховому управлению. То есть межцеховое управление у нас, в общем-то, сводится к тому, что мы можем управлять очередью заказов. Это отдельное рабочее место управления очередью заказов. И диспетчирование этапов. То есть наши технологические операции мы можем контролировать из этих двух рабочих мест. И внутрицеховое управление – это выполнение конкретных этапов. То есть если здесь мы можем диспетчировать, то здесь мы можем контролировать выполнение этапов. Например, вот перейдём по этой ссылке, у нас открывается вот такой общий журнал. И здесь мы... Выполнение конкретных этапов по заказу. И, естественно, у нас меню действия мы можем отметить в ручном режиме, отметить начало выполнения каких-то операций и так далее. И можем... Выполнение операций у нас доступно вот по этой кнопочке. То есть мы можем какие-то операции конкретные, например, вот эти... А, извиняюсь, у меня не настроено по операционному выполнению. Но, тем не менее, мы можем просматривать. Вот здесь самая основная зрительная возможность вот таких вот пиктограмм. То есть мы можем по этим пиктограммам, соответственно, смотреть, что происходит, какие у нас задания и что у нас в данный момент выполняет, ну, например, какая-то конкретная бригада или какие-то конкретные исполнители. То есть вот видите, контроль твердости, кто выполняет и какая производственная операция у нас для этого применяется. То есть видите, производственная операция – это справочник, то есть это карточка производственной операции. и мы видим, как называется, то есть подразделение, которое выполняет эту операцию, какой этап производства у нас соответствует этой операции, соответственно, маршрут, каким образом происходит выполнение операции. Ну, используется сначала устройство вот такое, потом используется контроль твердости, то есть, например, это выполняет лаборатория. И, собственно, трудозатраты. Опять же, повторюсь, для того, чтобы мы это могли использовать, у нас должен быть заполнен справочник трудозатраты и дополнительная информация – это номер операции, то есть номер производственной операции в журнале. Если задан следующий номер, то, как вы знаете, при работе с этапами, если задан следующий номер, то операция последовательно переходит к следующей операции. Если здесь ничего не задано, то у нас эта операция конечна, то есть задание ничего не следует, и уже, например, это выпуск готовой продукции. Так. Вот так. Значит, это мы с вами смотрели. Задания, операции, которые входят в сменное задание. Сменное задание у нас с вами. Есть отдельное рабочее место, то есть формирование сменных заданий. То есть, например, это управленческие действия, и здесь у нас предусмотрен отдельный интерфейс, где мы можем выбрать конкретно рабочее место подразделения. выбрать рабочее место. И, соответственно, фильтровать по рабочим центрам или по видам рабочих центров, ну и конкретно само сменное задание, что необходимо выполнить для прохождения этапа производства. Как вы видите, все эти справочники достаточно плотно взаимосвязаны. И, собственно говоря, как я уже сказала, технологические операции сами по себе, производственные операции, не рождают каких-то движений. Они просто отражают информацию, которую затем используются в конфигурации при отражении внутрицеховых управления и учете. То есть учет у нас с вами уже привязан конкретно к документам производства. То есть сами по себе производственные операции здесь не отражаются. Документы производства у нас с вами. Вот сейчас откроется общий журнал документов. Вот по кнопке создать производственные документы, которые у нас сопровождаются каким-то движением. либо созданием проводок, либо созданием управленческих документов, движения регистров и так далее. Как вы видите, у нас здесь движение продукции производства без заказов. Ну и, соответственно, сейчас мы можем, например, посмотреть распределение дополнительных расходов. То есть если у нас дополнительные расходы, которые не включены в спецификацию, а уже, ну, например, учитываются на 25-м счете. И в этом случае программа автоматически распределяет их по какому-то критерию, то есть, например, по какой-то пропорции. И, соответственно, у нас это используется и для управленческого учета, и для бухгалтерского, и для налогового учета. То есть это документ, который уже конкретно вызывает движение и учитывает направление деятельности. Как вы видите, здесь распределяется, например, на оптовые продажи и на розничные продажи. То есть, соответственно, пропорция, в которой эти затраты распределяются. Так, закрываем. Направление деятельности – это очень важный показатель, так сказать. Ну, если особенно вы, например, работаете с госаказами, то направление деятельности – это очень важный момент. И, как вы видите, распределение и материалов, и работ, и распределение расходов. То есть мы можем не только материалы, но, например, упаковочные материалы, какие-то дополнительные вспомогательные материалы, ну и расходы распределять согласно заданным пропорциям. Значит, теперь мы с вами, в общем-то, всю цепочку технологических операций, производственных операций посмотрели и удостоверились, что управление очередью заказов, то есть очередь заказов у нас, например, вот здесь приоритеты, приоритеты – это тоже отдельный справочник, который мы настраиваем самостоятельно. И здесь мы можем изменить приоритет, ну, например, изменить на какой-то другой. Справочник приоритетов мы можем выбрать дополнительно создать, кроме вот этих вот функций, которые у меня сейчас созданы, то есть высокий, средний, низкий, мы можем создать дополнительные приоритеты, ну, например, пожар, все пропало, срочно-присрочно, ну, то есть, естественно, я немного утрирую, но тем не менее мы настраиваем этот список и в соответствии с этим списком выбираем приоритет. и заполняем, допустим, если мы используем заказ, то, как вы видите, у нас на закладочке продукция мы пишем, что мы должны произвести и под какую деятельность. Значит, у нас может быть три варианта методики, то есть мы можем с заказами на производство, без заказов на производство, и если это у нас, например, серийное производство, то, соответственно, мы в этом случае будем работать без заказов, но по другим критериям. Так, мы с вами сейчас это закроем и вернемся к нашим слайдикам. Значит, это мы с вами уже посмотрели первичные настройки, которые мы делаем через инси и администрирование. На следующем слайдике это настройки, которые мы с вами первоначально делали в блоке производства и немножко информативная, так сказать, немножко информация. То есть у нас в конфигурации 2.5 реализованы автоматические механизмы контроля. Для этого мы используем подразделения локальные диспетчера. То есть когда мы с вами настраивали структуру и задавали каким-то рабочим местам функции, то у нас в этом случае мы затрагивали именно локальных диспетчеров и функции были доступны в диспетчировании этапов и рабочем месте управления очередью заказов. Ну и, соответственно, рабочее место заказа на производство. Справочник технологической операции. Мы с вами его так мельком проскочили, но сейчас мы к нему вернемся и немножко поподробнее посмотрим. То есть этот справочник у нас для выполнения последовательных технологических операций, которые повторяются многократно, в разных спецификациях используются и, например, для ресурсов, применения которых обусловлено данной последовательностью. Значит, в этом случае у нас технологические процессы мы можем использовать как подключение к ресурсной спецификации, то есть мы добавляем в этом случае список, список этой ресурсной спецификации и второй вариант использования, то есть как шаблон его используем. Посмотрим сейчас с вами, мы вернемся в демо-базу и смотрим производство и технологические операции. То есть у нас с вами были виды технологических операций и технологические процессы сами по себе, то есть вот мы, например, создали какую-то группу, назовем тестовый, тест 1. Какое подразделение у нас с вами будет выполнять это, цех деталей и для каких изделий применяется. Мое изделие называется продукция. Значит, ресурсную спецификацию я вручную вношу этот. То есть если я задам рассчитываться, мне нужно будет создавать формулу, каким образом это будет рассчитываться. Ну и теперь, какая операция выполняется. Я добавляю операцию. Вот. И теперь у меня будет... Сейчас пишем тест 1. И что это за операция? Ну, например, пусть будет замена твердости. Каким участком, на каком участке выполняется эта операция? и каким рабочим центром. То есть вид рабочего центра и рабочий центр. Ну, мы сейчас выберем конкретный рабочий центр. Например, это у нас металлорежущие станки не настроено у нас. Токарно-фрезер тоже, да. Ну, то есть мы в соответствующей папочке выбираем... Выбрать на самом деле ничего, потому что рабочий центр у нас не создан. Ну, то есть мы на самом деле выбираем рабочий центр. Ну, например, это будет лаборатория номер 2, лаборатория номер 1 и так далее. И здесь у нас количество, которое проверяется. Например, одна штука. Время выполнения и так далее. Ну, то есть и контроль мы выбираем требуется и требуется на последующих операциях. Ну, то есть если на мир твердости у нас конкретная операция, то мы, естественно, выбираем, что нам требуется и какие параметры мы должны проконтролировать. То есть, соответственно, мы создаем какие-то физические параметры, которые должны быть проконтролированы и создаем описание данной операции. Ну, например, взятие проб на каком-то специальном оборудовании и проверка соответствия готовым изделия и талонным образцам. Ну, я сохраню, чтобы у меня сохранился технологический процесс. Дальше. Материалы, которые мне могут потребоваться для этого, то есть, соответственно, номенклатурная позиция, ну, например, там, маркеры какие-нибудь или дополнительные дополнительные химикаты или, ну, то есть, номенклатурные элементы, которые у меня в этом процессе будут использоваться. И трудозатраты, то есть, соответственно, я по кнопочке добавить выбираю вид работ. Ну, например, в моем случае пусть будет литье. Сколько конкретно за час должно быть, ну, там, соответственно, заполняя информацию, статьи калькуляции, это будут, пусть будет зарплата. то есть, как вы видите, я заполнила закладочки, которые у меня входят в технологический процесс, и после того, как я, ах, не хочет у меня просто так программка работать. так, сейчас мы вот так сделаем, чтобы у нас было видно, допустим, производственный процесс, литье, я выбрала там литье, например, у меня вот так вот сделаем литье, пусть будет абразивная крошка, мне требуется один килограмм, и статья калькуляции у меня будет, например, материалы основные. Вот, ну, то есть, вот таким образом мы создаем технологический процесс, и потом он у нас так, вот, и, соответственно, изменить приоритет я могу и в ручном формате, и вот у меня, допустим, здесь используются подразделения диспетчерские, и просто диспетчерская, как вы видите, есть возможность фильтровать, то есть, вот здесь у меня будут отражаться пиктограммки, например, вот проверить этапы, а вот, к сожалению, у меня этапов нету. Передать этапы к исполнению та же самая история, или по которым все произведено. То есть, у меня еще нет таких этапов, у меня пока этапы только заданы к производству. Так, хорошо, мы с вами, значит, посмотрели технологический процесс, как заполняется справочник технологических процессов, и виды технологических операций, как мы с вами уже видели, у меня созданы вот такие, но здесь мы не будем останавливаться, здесь, в принципе, не слишком много, что можно рассказать. Теперь, у нас с вами производство имеет, кроме того, что мы настраиваем нормативно-справочную информацию, и затем в межцеховом управлении используем два вот этих рабочих места, управление очередью заказов и диспетчирование этапов, соответственно, когда мы передаем в цех, то есть, изготовление конкретной детали, мы уже можем отметить выполнение этапов, что, например, у нас пескоструйная обработка произведена, и мы можем передавать материалы в покраску, то есть, мы формируем документы, которые уже внутри цеха отражают конкретные элементы выполнения этапов. Но, кроме этого, у нас с вами в блоке производства есть еще целый блок отчеты по производству. Хочу сразу обратить ваше внимание вот на что. То есть, это у нас блок, который содержит отчеты управленческие, то есть, анализ себестоимости, дерево себестоимости, как вы видите, плановая и фактическая себестоимость, то есть, каждый из этих отчетов мы можем с вами сформировать, провалившись вот по такой гиперссылке. у нас здесь будет определенная информация, но это не привычный, допустим, бухгалтерам бухгалтерский отчет, то есть, то, что отразится в бухгалтерском и налоговом учете, у нас с вами располагается в другом месте, если можно так сказать. То есть, у нас раздел регламентированный учет включает стандартные бухгалтерские отчеты, где мы уже можем видеть привычные нам оборотно-сайдовые ведомости, шахматки, допустим, и так далее, анализ счета. Здесь мы с вами можем видеть как раз отражение и в бухгалтерском и в налоговом учете, а здесь мы с вами видим оперативный и управленческий учет. Ну, на самом деле наиболее популярный по внутрицеховому, например, учету, это движение ТМЦ и затрат в производстве. Ну, как вы видите, отчетов достаточно много, они наиболее часто используются не профессиональными, допустим, бухгалтерами или финансистами, а фактически работниками среднего уровня, то есть специалистами, начальник цеха, мастер цеха, вот, и, соответственно, у нас есть с вами возможность регулировать, какие виды отчетов будут видны вашим сотрудникам, то есть если мы перейдем вот по этой ссылке все отчеты, то в этом случае вот я вижу тот же самый перечень отчетов, только в другом интерфейсе, если я останавливаюсь на каком-то отчете, я могу вот выпуск продукции, зайти конкретный отчет и сформировать этот отчет, но кроме этого мне доступна вот такая функция кнопочка изменить, и если я захожу по этой кнопочке, то у меня доступна настройка видимости данного отчета, соответственно, здесь я вижу название, там все такое, и две закладочки пользователей и разделы, вот у меня сейчас выбрано все пользователи видят этот отчет, но я могу использовать вот такой механизм и допустим все пользователи убрать и выбрать конкретно каких-то либо группы, то есть если я выберу группы, то у меня будет например администраторы, а если я выберу конкретно сотрудников, то этот отчет будет доступен только для выбранных сотрудников, ну вот например я хочу этого сотрудника выбрать, этого сотрудника выбрать, ну и пусть будет вот это дежурное жертво, значит в моем случае вот три богатыря и я все этот список утверждаю, то есть у меня данный отчет будет виден только вот этим сотрудникам и закладочка разделы у меня в этом случае будет выглядеть вот так, то есть это перечень всех отчетов во всех разделах, а мой конкретный находится вот он, то есть это блок производства и внутри цеховое управление, ну соответственно если бы у меня допустим был блок казначейства, то тоже было бы возможно отметить какой конкретно раздел и подраздел из данного блока у меня будет доступен для этих людей. Так, нет, мы не будем сменять к сожалению, так, и значит еще один момент, который мне хотелось обязательно показать, это мы с вами смотрели в разделе регламентированный учет, отчеты по бухгалтерскому и налоговому учету, ну естественно если мы выбираем какой-то штатный бухгалтерский отчет, ну вот например оборотно-сальдовая ведомость по счету, в нашем случае будет использоваться например 43 счет возьмем 43 если не выбираем организацию по всем сформируется и обращаю ваше внимание, что кнопочка настройки нам позволяет определить конкретно по каким видам учета будет формироваться данный отчет то есть оборотно-сальдовая ведомость по счету в нашем случае у меня по умолчанию стоит бухгалтерский учет я хочу например управленческий учет ну и допустим количество чтобы отображалось количество готовой продукции в этом случае как вы видите у меня здесь появляются три строчки то есть бухгалтерский учет управленческий учет и количество ну то есть как вы видите у меня здесь управленческий учет не ведется ведется только бухгалтерский ну и вот такие сведения нам доступны по штатным бухгалтерским отчетам к сожалению наше время с вами уже подошло к концу мы сейчас еще раз вернемся к нашим слайдикам и вот такая то есть это информацию которую мы заполняли с вами при первичной активации функциональных опций то есть через меню инсы и администрирования и немножко дополнительных сведений то есть у нас доступны три типа ресурсных спецификаций это для изготовления готовой продукции для ремонта каких-то конкретных изделий и для утилизации для составления спецификаций которая предусматривает разборку или утилизацию при этом вот видите синим текстом у нас с вами дается переход по гиперссылкам и достаточно подробная информация по поводу работы конкретных пунктов и мы можем ее использовать что на самом деле очень удобно потому что это контекстная справка и в общем-то еще вот один момент то есть виды технологических операций у нас используются во внутрецеховом управлении при формировании выполнения операции то есть мы с вами настроили справочник и он используется вот тут вот ну собственно говоря это вся информация которую мы успели с вами рассмотреть возвращаемся снова к титульному листу и здесь мне хочется еще раз обратить внимание на наши контактные данные и пригласить вас к сотрудничеству пишите какие у вас есть замечания какие у вас есть вопросы мы будем рады оказаться вам полезными и на этом к сожалению наше время закончилось разрешите попрощаться поблагодарить вас за время которое вы нам уделили на этом хорошего дня всего доброго спасибо